Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Проверку газового оборудования проведет в Сочи специально созданная комиссия. Специалисты обойдут каждый газифицированный дом курорта, частный и многоквартирный. Закрыть вопрос обманутых дольщиков и ввести в эксплуатацию 11 объектов из реестра проблемных. Таковы планы мэрии на 2019 год. Об этом сегодня заявил глава города Анатолий Пахомов. Муниципальные инспекторы на страже санитарного порядка. В Сочи проверили исполнение правил торговли и благоустройства. На нарушителей составлены административные протоколы. Из космоса в Сочи. Послеполетную реабилитацию российские космонавты будут проходить в здравницах нашего города. Уже разработан комплекс санаторно-курортного лечения. В Сочи специальная комиссия проверит газовое оборудование в жилых домах. Такое поручение сегодня дал глава города Анатолий Пахомов на первом в этом году планерном совещании. Также на планерке обсудили готовность сил и средств к надвигающейся непогоде. Кроме того, заслушали доклад о подготовке спасателей, силового блока и медиков к предстоящему празднику крещения. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. После трагических событий, взрывов бытового газа в Магнитогорске и шахтах во многих городах страны начались проверки газового оборудования. Грядут они и в Сочи. Сегодня на планерном совещании мэр Анатолий Пахомов поставил задачу создать специальные комиссии, которые обойдут каждый газифицированный дом. Частный и многоквартирный. Безответственно бросать на самотек мы просто не имеем права. Вот провели там по электричеству, значит, слава богу, но мы взяли все социально незащищенные слои населения, которые наиболее подвержены. Ну, вроде там выявили что-то, где-то подремонтировали. Сейчас я говорю, раз так случается один-другой случай, значит, надо и нам усилить работу по газовому хозяйству. Сами сочинцы тоже не должны оставаться в стороне. Жителям настоятельно рекомендуют открывать двери и впускать в дом специалистов для проверки плит и котлов. Ведь только профилактика поможет избежать повторения трагического сценария Магнитогорска и шахт, где погибли люди. Ну а для того, чтобы все службы знали, как действовать в случае взрыва газа, в Сочи уже на этой неделе пройдут специальные учения. Во всех районах администрации, совместно с вашим представителем и совместно с прокуратурой, с госпожнодзором, должны быть составлены графики посещения и обследований. Прошу вас активизироваться и вот то, что я изложил, воплотить в жизнь. Тогда мы все будем вместе жить спокойнее. Особое внимание нужно уделить и пожарной безопасности, акцентирует внимание мэр. 17 и 18 января, согласно осводкам синоптиков, в предгорной части и на побережье вновь ожидается похолодание. А это значит, что сочинцы включат электроприборы для обогрева, что также может привести к пожару. Готовы к холодам должны быть не только огнеборцы, а все службы, энергетики, дорожники, водоканалы и другие. Теплосети должны быть готовы. Бригады дежурные – это раз. Второе, вы сейчас должны свои тонкие места, вы их знаете, надо их посмотреть, сделать. Кубан Энерго уже с сегодняшнего дня надо переводить в режим повышенной готовности дежурцев. Зашла речь на совещании и о предстоящем праздновании крещения. В Сочи для крещенских купаний организовано 10 оборудованных мест. Только там будут дежурить медики и спасатели. В других водоемах совершать православный обряд небезопасно, подчеркнули на совещании. Это риск не только для здоровья, но и для жизни. Ведь окунание в холодную воду – это удар для неподготовленного организма. Поэтому, чтобы праздник не обернулся бедой, сочинцам напоминают, что руководствоваться нужно здравым смыслом. Поэтому желающих поддержать крещенскую традицию приглашают в специально оборудованные места. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну а тем временем в городе Шахты продолжается разбор завалов. Ведется поиск трех человек, судьба которых остается неизвестной. На помощь коллегам в Ростовскую область накануне отправились 10 сочинских спасателей и 2 кинологических расчета. На месте ЧС спасено 7 человек, двое из которых госпитализированы, 2 человека погибли. На месте создана группировка сил и средств. В количестве 500 человек, 150 единиц техники, организована работа межведомственного оперативного штаба. Аварийно-спасательные работы организованы круглосуточно, посменно, с привлечением тяжелой спецтехники на трех участках, сообщают спасатели ЮРПСО города Сочи. На начальном этапе проведено укрепление строительных конструкций седьмого и выше расположенных этажей с установкой подпорок. Работы осложнялись неустойчивостью конструкции и опасностью обрушения плит перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. После проведения демонтажа нависающих плит данный риск минимизирован. Но сегодня же в 5 утра обнаружен второй погибший – женщина. Активная фаза поисково-спасательных работ продолжается. Сегодня вода вернулась в квартиры по улице Коммунальников в Лазаревке. Я напомню, накануне там сошел оползень. Люди остались без воды и тепла. Теплоснабжение в дома вернули еще накануне, а вот воду только сегодня. А вчера весь день к домам, которые находятся рядом с оползнем, был организован подвоз питьевой воды. Как сообщает водоканал, работы по восстановлению разрушенного оползнем канализационного коллектора по улице Коммунальников завершены. Я напомню, что оползень в Лазаревском сошел 13 января. Его спровоцировали обильные осадки. В результате рухнула подпорная стена, состоящая из бетонных блоков. Причиной стало не только переувлажнение почвы от дождя, но и бытовые стоки. Сейчас готовится проект новой подпорной стены. Она будет монолитной. В 2019 году проблема дольщика в Сочи будет закрыта. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов на заседании рабочей группы по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан. Подробности у Елены Авсециной. Те, кто вложил средства в недвижимость, должны получить свои законные метры. Чтобы помочь дольщикам по просьбе главы города, были приглашены инвесторы, которые приводят в соответствие всю документацию. Строительство, начатое недобросовестными застройщиками, доводят до конца. Контроль за всем этим ведет городская администрация. Важно, чтобы действительно под нашим контролем застройщики работали и выполняли. Поэтому мы сегодня буквально по каждому объекту очередной раз потребовали дорожные карты. За каждым этим объектом будет закреплен наш сотрудник, который будет исключительно смотреть за тем, как выполняется эта дорожная карта. Год назад в Сочи было 8400 человек, участников долевого строительства, перед которыми не были исполнены обязательства. Сейчас этот список сократился на 35%, а конкретнее 2900 человек стали обладателями квартир в новостройках. 8 многоквартирных жилых домов были введены в эксплуатацию. На сегодня 4 объекта готовятся к сдаче. Дополнили этот список представители кооперативов, у которых та же самая проблема. Они не получили метры по ранее внесенным средствам. В 2010 году из 10 объектов кооперативного строительства только 4 введены в эксплуатацию. Сейчас 2 дома готовятся к сдаче. Механизм, которые были прописаны, приняты практически полностью, за исключением отдельных моментов оценки стоимости затрат, необходимых для завершения строительства. Это является одним из главнейших элементов, по которому возможно принятие решений о представлении компенсационных земельных участков без проведения установленных законом торгов. В мае прошлого года был принят краевой закон о дополнительных мерах защиты участников долевого строительства. Это касалось только недостроенных многоквартирных жилых домов. Был разработан механизм оказания помощи. Летом в силу вступят очередные поправки в закон о долевом строительстве. Появится финансовое сопровождение проектов. Соответственно, банковские учреждения уже будут аккумулировать средства и становиться гарантами успешного завершения строительства. В планах городской мэрии помочь ввести в эксплуатацию в этом году 11 объектов из реестра проблемных. Таким образом, ставят задачу Анатолия Пахома, в Сочи не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Ситуацию на рынке недвижимости все же удастся изменить, считают участники заседания рабочей группы по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Порядка 100 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства и санитарного порядка заплатили уличные торговцы с начала года. Протоколы об административных нарушениях ежедневно составляют сотрудники управления административной инспекции. Вместе с ними в рейдах участвуют и представители потребительского рынка товаров и услуг районных администраций, которые мониторят улицы города на предмет несанкционированной торговли. В один из обходов отправилась и наша съемочная группа. Тему продолжит Татьяна Говоркова. На вас будет составлен административный протокол за размещение товаров, товаров, в месте, не предусмотренном для этих целей. Такое предупреждение, за которым следует оплата штрафа для Азмы Магомадовой, далеко не первое. Но, несмотря на протоколы, она продолжает нарушать правила благоустройства и санитарного порядка, выставляя товар в месте, не предназначенном для торговли. Орехи, лимоны, мандарины и другую продукцию Азма Ахмедовна выращивает сама. Брать точку в аренду невыгодно, а торговлю в социальных рядах считает невозможной. Там нет уже места забитых, вот здесь есть же, на Чайковского. Туда нас не пускают даже. А кто не пускает? Которые там сидят. Ну, это же, не всем же хватает это место, что там. Так называемые социальные ряды появились на курорте пару лет назад. Они были оборудованы исключительно для местных фермеров. Проще говоря, пенсионеров, которые выращивают зелень, овощи и фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию в своих огородах. Да и мест тут вполне достаточно, особенно зимой и в плохую погоду. Такие небольшие павильончики для ведения торговли оборудованы во всех районах курорта. Оказалось бы, условия идеальные. Платить аренду не надо, да и обустройство торговых мест и санитарную уборку берут на себя администрации районов. Но почему-то фермеры не очень-то хотят сюда идти. Эти социальные ряды находятся на улице Чайковского, как раз напротив подвесного моста, ведущему к рынку. На первый взгляд, вполне рентабельное место, но от желанных клиентов продавцов отделяют несколько метров. И это не очень удобно, хотя и практично. Здесь просто под крышей. Честно говоря, здесь место немножко вот здесь узкое. Немножко вот это, хоть сантиметров 20, чтобы удобно было сидеть. И людей здесь почти не ходят. Детям этот товар не нужен. Если сделали бы это вот так, по этому ряду вот это. Там хотя через Макдик люди ходят. Кому этот товар нужен? А здесь детям нужен? Школу рядом построили вот это. Спасибо и за это. В Центральном районе только два социальных торговых ряда – на улице Макаренко и на Чайковского. В последнем, исключительно зимой, торгует Раиса Потрываева. Свой мед, чеснок, сухофрукты – все, что удалось собрать на прилавке. А главное, все правила соблюдены и конкуренции среди таких, как она, продавцов нет. Мы выращиваем сами и торгуем мы только зимою. У нас справочки есть, что мы пенсионеры, удостоверения. Я, например, не встречала такого. Ну, может, у перекупщиков как-то, а мы же не перекупщики. Так что у нас нет проблем. Я думаю, вот посидеть, конечно, покупателей не очень может быть тут. Именно по этой причине отсутствие клиентов многие фермеры выходят на тротуары, тем самым, не задумываясь, портят облик курорта, создавая такие стихийные рынки. Избавиться полностью от этой проблемы город не может, даже несмотря на то, что ежедневно проводятся рейды. С начала года только в Центральном районе составлено порядка 25 протоколов на сумму около 100 тысяч рублей. В ходе выполнения обходов выявляются нарушения, касающиеся соблюдения правил. И составляются протоколы об административных правонарушениях, которые влекут за собой наказание для физических лиц от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, и на юридических лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Понятно, что при повторных нарушениях правила штрафы увеличиваются вдвое. Среди самых распространенных нарушений выброс мусора, выставление товара в неположенном месте и незаконное размещение рекламных материалов. Все правила благоустройства и санитарного порядка можно найти в интернете. Соблюдать их несложно, а облик курорта все-таки зависит от сознательности жителей и гостей курорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 16 января в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем около 12. Вечером ожидается сильное понижение температуры до плюс 4 градусов выше нуля. Задачу, которую предстоит решить региональной власти в 2019-м, обсуждали в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел первую в этом году краевую планерку. На ней губернатор обозначил основные направления работы. Это рост инвестиций во всех отраслях, увеличение доходов бюджета региона, строительство социальных объектов. Все подробности у наших краснодарских коллег. Обсуждаемые сегодня решения без сомнения повлияют на жизнь миллионов кубанцев. Приоритетные проекты затрагивают практически все сферы жизни. Здравоохранение, ЖКХ, образование, сельское хозяйство, промышленность. Многие задачи легли в основу стратегии развития региона на ближайшие 11 лет. Мы в прошлом году говорили о стратегии края 2030 и наступил 2019 год. И нам эту программу жизни, которая стратегия зовется, нужно уже реализовывать. Те параметры, которые заложены были в стратегии развития, продиктованы жизнью нашего региона, жизнью для того, чтобы мы развивались. И приоритеты на этот год мы должны расставить. Прошу своих коллег, вице-губернаторов, чтобы довели в каждом своем блоке приоритетные проекты, приоритетные направления, которые коллеги должны не просто быть заявлены, они должны быть реализованы. Мы должны сегодня сохранить стабильность. Стабильность в нашем регионе и стабильность нашего региона. А стабильность региона, знаете в чем? В развитии. Только в развитии стабильность региона. И движение должно быть очень активное, динамичное, потому что только движение – источник благосостояния. Приоритетные проекты Краснодарского края по направлениям закреплены за вице-губернаторами. Сегодня каждый из них в деталях доложил Вениамину Кондратьеву об этапах реализации поставленных задач. Серьезные деньги в этом году направят в Дорожный фонд – более 31 миллиарда рублей. Отремонтировать планируется 600 километров краевых дорог. Масштабное строительство ждут и в Новороссийске с Краснодаром. Новые транспортные артерии должны разгрузить города от транзитных автомобилей. Мне важно понимать, что те проекты, которые в прошлом году мы заявили, которые будут однозначны. Это объездная дорога в обход Новороссийск. Коллеги, стратегическая задача. И я не приму никакие возражения, не дай бог, но я надеюсь, их не будет, что мы в этом году не приступим к строительству объездной дороги вокруг Новороссийска. Как и дальний западный обход Краснодара. Коллеги, не может быть, еще раз подчеркиваю, никаких объяснений. Достаточно было прошлого года на проектирование, на согласование. Поэтому никто и ничто не помешает в этом году приступить, еще раз подчеркиваю, к строительству и дальнего западного обхода Краснодара, и объездной дороги вокруг Новороссийска. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений. И речь не только об автомобильных дорогах. Огромные деньги выделяют на общественный транспорт. Вице-губернатор Игорь Голась, отвечающий за финансы, рассказал, что уже зарезервированы миллиарды рублей на обновление трамвайного состава в краевой столице. Помимо тех направлений строительства школ, больниц, дорожной инфраструктуры, которые здесь уже говорились, я хотел бы отметить еще на такое направление. Это то, что мы предусмотрели 3 миллиарда рублей в краевом бюджете на 3 года, по миллиарду ежегодно на обновление трамваев. И это серьезно обновит парк трамваев в рамках именно Краснодарской агломерации. Средства на реализацию поставленных задач нужны немалые. Но это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Тем более, что многие приоритетные для региона проекта в той или иной степени взаимосвязаны. Например, развитие системы образования означает и поддержку демографии. Только в этом году на Кубани планируют построить 10 школ в 9 районах. Инвестиции в человеческий капитал в принципе должны стать основной статьей господдержки, считает губернатор. Поэтому в крае уже скоро появятся школы, хотя правильнее будет сказать центры по обучению одаренных детей. В Краснодаре мы однозначно еще раз подвергнуем школу для одаренных детей тоже строить. С интернатом школа на 1100 будет мест, а 600 мест интернат, где после 4 класса на конкурсной основе со всего края будут приниматься детки. Это одаренная, талантливая и современнейшая школа на 12 гектарах, недалеко от Кубанского госуниверситета. Место, которое должно было быть застроено. Я не сомневаюсь, что в 2021 году мы эту школу откроем. А в 2020 году мы откроем школу в Сочи. Вот тоже для одаренных детей. Двух школ с таким уклоном достаточно будет для того, чтобы мы уже максимально уверенно смотрели с точки зрения научного потенциала интеллекта в завтрашний день. Еще один грандиозный по размахам проект – военно-технический парк «Патриот». Он появится в станице Старомышастовской Денского района. На территории в 145 гектаров расположится 15 площадок. От взлетно-посадочной полосцы до центра для водолазной подготовки. В первую очередь комплекс рассчитан на молодежь. 4 февраля итоговый искусственный проект, согласованный со всеми вице-губернаторами, будет представлен вам на утверждение. После того, как вы утвердите, с 10 февраля мы передадим его для начала проектирования. Срок проектирования 5-6 месяцев. Чувствителен для Краснодарского края и вопрос развития агропромышленного комплекса. По сравнению с прошлым годом в текущем поддержка АПК увеличится на 1 миллиард рублей. Это в том числе позволит возобновить субсидии по агрострахованию. На реализацию в этом году мер государственной поддержки выделено 8,5 миллиардов рублей. Цифра, конечно, не окончательная. Я думаю, она еще скорректируется в большую сторону. Перечень видов государственной поддержки в этом году не сокращается. И самое главное, не сокращается объем финансирования каждой подпрограммы. Хочу обратить внимание, что предприятия, нарушающие миграционное законодательство, получать в этом году государственную поддержку и последующие годы точно не будут. Приоритетным проектом для региона можно назвать и решение вопроса обманутых дольщиков. В наступившем году строительство завершат по 11 проблемным домам. Ускоряет процессы, принятый несколько месяцев назад, краевой закон, который позволяет изымать замороженные объекты вместе с земельными участками у недобросовестных компаний и передавать их тем инвесторам, которые готовы завершить строительство. Сегодня мы решаем проблему с дольщиками. И однозначно ее решить нужно, потому что нам просто людям этим говорить нечего. Поэтому, еще раз подчеркиваю, застройщики, и мое принципиальное такое, и желание, и моя позиция принципиальная, они должны нести социальную ответственность вместе с властью перед дольщиками. А пока, раз они ее не чувствуют, тогда закон их должен обязывать, чтобы они были максимально регламентированы в своих действиях и в тех деньгах, в их расходовании или освоении, которые привлекли у людей. На реализацию всех региональных проектов понадобится не один миллиард рублей. Поэтому логично, что увеличивается консолидированный бюджет края. В нынешнем году он должен составить не менее 280 миллиардов рублей. Еще внушительнее выглядит объем инвестиций, которые собираются привлечь по всем отраслям – 600 миллиардов рублей. Все эти цифры в итоге выливаются в конкретный результат. На Кубани появится более 7 тысяч новых рабочих мест. Александр Иванченко, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи, а не за рубежом. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона подписало соглашение о сотрудничестве с Центром авиакосмической медицины. И вот уже 25 января в Сочи пройдет пресс-конференция, посвященная послеполетной реабилитации российских космонавтов. Участникам расскажут об особенностях медицинской реабилитации космонавтов на курортах Краснодарского края. Стартует пилотный проект в Сочи. Уже разработан комплекс мероприятий по организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей на базе здравниц курорта. Как отметили сами космонавты, уровень комфорта сочинских санаториев сейчас соответствует мировым стандартам. Также в рамках пресс-конференции гости примут участие в традиционной посадке магнолии на аллее космонавтов в парке Ривьера. Посетят музей истории Сочи и встретятся с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Владимир Путин подписал указ о создании единого оператора по утилизации мусора. В стране появится российский экологический оператор. Он займется формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В указе президента подчеркивается, что российский экологический оператор создается с целью обеспечить выполнение отечественного законодательства в сфере твердых коммунальных отходов и стимулировать инвестиции в данной области, а также помочь в реализации национального проекта «Экология». Оператору поставлена задача к 2020 году обеспечить создание и работу единой госсистемы учета бытовых отходов. В документе говорится, что новая компания будет располагаться в российской столице. Ее создателем выступит Министерство природных ресурсов и экологии России. Напомню, с 1 января Россия перешла на новую схему обращения с отходами. Она в том числе подразумевает раздельный сбор мусора. Изменился и принцип утилизации отходов. Закон ввел полный контроль за движением отходов со стороны региональных операторов, которые должны отбираться на конкурсной основе. Регионы получили право назначать компании-операторы, которые должны заниматься всей цепочкой сбора и утилизации ТБО. От мусорного бака до полигона. Регионам, где в прошлом году не успели провести открытый конкурс для отбора компании-оператора, разрешили ее назначить, но с обязательным условием провести конкурс уже в 2019 году. Напомню, в Сочи региональный оператор, отвечающий за полный цикл мусоропереработки, пока не назначен. Пора задуматься о ЕГЭ. Управление по образованию и науке администрации города Сочи напоминает, что заявление на участие в едином госэкзамене 2019 года необходимо подать до 1 февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать единый госэкзамен. Два экзамена русский язык и математика являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. Для выпускников прошлых лет все предметы являются предметами по выбору. Напоминают в Управлении по образованию и науке о том, что выбор предметов должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участники ЕГЭ и какие предметы будут зачитываться ВУЗом в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных высших учебных заведений. Если на сайте ВУЗов одним из вступительных предметов указана математика, то в этом случае институт принимает только результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. К слову, в заявлении можно указать любое количество предметов. И еще выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу единого госэкзамена по месту учебы. Выпускники же прошлых лет в Управлении по образованию и науке администрации города. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается только по решению Государственной экзаменационной комиссии Краснодарского края и только при наличии у заявителя уважительных причин. Подтверждены они должны быть документально. В Сочи присоединится к учету зимующих водоплавающих птиц. Всероссийская акция «Серая шейка-2019» пройдет 19 и 20 января. Жители гостей курорта приглашают принять участие в учете пернатых на озерах природного орнитологического парка в Амеретинской низменности. При проведении учета полезно иметь с собой бинокль и фотоаппарат. Ну а итоговые материалы участников акции должны содержать следующие данные. Дату, время и место наблюдения, название водоема, начальный и конечный путь маршрута. Необходимо указать и какая была погода в день учета и ее основные изменения. Важно описать и поведение птиц, их отношение к человеку, а также число и размещение птиц различных видов, самцов и самок. Итоги учета нужно отправить на электронную почту Союза охраны птиц России, сообщает пресс-служба орнитологического парка. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.